Капитальный ремонт добрался и до учреждений дополнительного образования. В Новочебоксарске преображаются сразу три школы – искусств, музыкальная и художественная. Причем деньги они получили не только на обновление, но и на покупку оборудования. Надежда Андреева посмотрела, как идет ремонт, и заодно поинтересовалась, успеют ли строители закончить работы к первому сентября. Повсюду стойкий запах краски. Но он преподавателей детской школы искусств не раздражает. Скорее они довольны. Стены стали светлее, да и покрытие современное, соответствующее нормам пожарной безопасности. Из республиканского бюджета детская школа искусств на ремонт получила 10 миллионов рублей. На эти средства удалось заменить систему канализации, обновить во всех кабинетах двери. В аудиториях станет теплее. Там установлены радиаторы с терморегуляторами. Более 75% уже выполнены работы. И буквально до 2 сентября полностью в объеме мы постараемся отремонтировать, что мы планировали сделать к началу учебного года. Сейчас на объекте трудится 32 человека с утра и до позднего вечера. Без выходных. Сложный этап уже прошли. Получается, самые мелкие стрижки остались. Ремонт требует и новой мебели, и не только ремонтных работ. Чтобы детям было удобно и родителям комфортно. Новые диваны очень красивые мы подобрали, кожаные отмываются. И я думаю, будет в этом фойе очень уютно и эстетично. И это не единственное приобретение к началу учебного года. На выделенные 2 с лишним миллиона рублей удалось купить музыкальные инструменты, мольберты для юных художников, оборудование для керамических мастерских. В музыкальной школе Новочебоксарска теперь 2 концертных рояля. Один купили еще в 2014 году, второй в этом. Также на средства республиканской программы поступила и партия других музыкальных инструментов. Особая гордость – хоровой станок. Такого нет нигде в Чувашии, уверяет директор школы. Этот станок модульный, он разбирается, его можно вывозить на какие-то мероприятия, на какие-то концерты, проводить внутри нашего учреждения, на сцене нашей концерты. И этот станок совершенно безопасный для детей. Впервые за 39 лет здание дождалось капитального ремонта. Здесь все деревянные окна заменили на пластиковые. Также обновили систему водоснабжения и отопления. Подрядчик подчеркивает – радиаторы изготовлены под заказ. Они отличаются повышенной теплоотдачей и рассчитаны на большие помещения. Всего же в республике в этом году на ремонт и обновление оборудования в 26 учреждениях дополнительного образования выделено 192 миллиона рублей.